Всем привет! Меня просили снять мою тыкву, показать. Растет у меня тыква на вот такой горке, на возвышении. Я уже много лет так сажаю и меня вообще это устраивает. Хорошо растет, хорошо освещается и хороший дает урожай. Поэтому себе не изменяю. И просили показать тыкву, у которой ломался стебель, сейчас покажу, столько комаров появилось. Вот она, она уже как разрослась, что очень тяжело теперь. Здесь был сломлен стебель и я его замотала пищевой пленкой и вот он пошел. Единственное, я один раз его расслабляла, чтобы перетяжка не образовалась и растение не засохло. И все, и больше ничего с ним не делала. Вот они, эти распорки стоят. Я их не убираю, они так и стоят и не буду их убирать до последнего. Они не мешаются, все замечательно. И тыква вот в таком состоянии, в прекрасном. Все видно, растет, цветет и пахнет. Вот так. Так что вот таким образом можно спасти тыкву. А стебель был практически полностью сломан. Вот. Пустают уже стебли такие большие, ветви цвести начинают. Здесь уже начинают образовывать плоды. Вот. Они когда уже побольше будут, тогда я буду уже подкладывать дощечки. Вот плоды, чтобы они не гнили. С этой стороны тоже вот такие уже тыковки маленькие. Значит, сейчас пока ничего с ней не делаю, только поливаю. Ни разу ничем не подкармливала, наверное, не буду. Нет у меня времени, кормитесь. И все такое. Изначально было заложено в лунку все хорошее и питательное, поэтому я думаю, этого будет достаточно. И земля здесь тоже неплохая. Траву. Вот сегодня я немножко прорвала вот здесь траву в сорняке. И все. Это был первый и последний раз. Больше я траву не рву. То есть, если здесь будет расти трава в дальнейшем, я ее не буду трогать. Потому что когда растет трава и тыква растет в траве, она лучше. Это уже я тоже заметила. Поэтому здесь идеальную чистоту я не соблюдаю в плане сорняков. Вот вырастут и вырастут. Совсем если бурьины большие будут, я вырву. Остальная мелкотня пускай растет. Вот так лучше растет. Затем плети я уже сейчас вот тронула. Затем я их даже трогать плети не буду. Потому что они дают дополнительные корни. Вот я эту плеть тронула, чтобы ее пустить в нужном направлении. И вот сейчас хочу вам показать, что дополнительно корни она пускает. Вот корешки. Сейчас. Вот они. И за счет этих корешков питается растение дополнительно. И так по всей ветве будут корни. Они сейчас углубляться еще больше и будут питать плод. Поэтому вот эту кучу с тыквами я вообще не трогаю. У меня есть плети, которые уже повреждены. То есть вот этот кончик он обломлен. Потому что косили траву и задели ветви к тыкве. Но ничего страшного. Это только несколько штук. Поэтому ничего трагичного здесь нет. Меня аккуратно покосили. Вот еще одна ветка тоже. Здесь тыкв достаточно. Я по этому плоду даже не переживаю. Формирую я тыкву тоже очень легко и просто. Я сильно много не уделяю внимания этому. Единственное, что когда завязывается на плете примерно 5-6 плодов, я плеть обламываю. То есть беру и этот кончик обламываю. Чтобы плоды успели вызреть и больше не образовывалось. Потому что плодов образуется на тыкве очень много. Здесь можно вырастить, завязаться очень много плодов. Но единственное, что вызреют они или нет. То есть я не жадничаю. 5-6 плодов на ветви. Этого достаточно. А то бывает даже и меньше. Вот тыкву лягушка царевна, она крупноплодная, позднеспелая. Поэтому я вообще оставляла одну или две тыковки на одной ветве. То есть она больше в нашем регионе не вызреет. Большее количество. Все. И пустоцветы тоже я обрываю. Но это я буду все делать чуть позже. Пока она только-только начинает набирать силы, плоды формироваться. Поэтому вот так вот. Как я уже сказала, уход у меня минимальный. Это, конечно, полив. Если я буду смотреть по плодам, когда они уже завяжутся, уже будут наливаться. Если что-то будет растению не хватать, то я обязательно подкормлю. Сейчас делать ничего не буду. У меня там еще на кучке еще два сорта тыквы растет. Но тоже в хорошем состоянии такая же. Поэтому здесь у меня новый сорт тыквы. Такой кустовой интересный. Посмотрим, что вырастет с нее. Все. Это я хотела вам показать тыковки своих. Как они живут и растут. Така вот. Ура. Нанес. Ура. 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 Ура да. Ура. Продолжение следует...